Возьмем в руки массивную палку и резко ударим ей по какой-нибудь преграде. Если мы не рассчитаем удар, может получиться так, что рука испытает заметную отдачу в том месте, где она держит палку. Так можно и руку отбить. Для простоты будем считать, что кисть руки во время удара оставалась на одном месте. Пусть палка до удара вращалась по часовой стрелке. Если удар наносится той частью палки, которая находится близко к руке, при ударе эта точка останавливается, но палка после удара по инерции стремится продолжить свое вращение, и в момент удара она давит на руку вверх. Если же удар наносится концом палки, теперь после удара палка стремится вращаться против часовой стрелки. Неподвижная кисть руки препятствует этому вращению, и поэтому палка в момент удара давит на нее вниз. Продемонстрируем этот эффект на опыте. Ось этого бруска подвешена к датчику силы. Привязанная к стержню нить продета другим концом через отверстие в бруске, а за бруском к ней прикреплено свинцовое грузило. Когда мы отпустим грузило, оно резко дернет за нить, а датчик силы покажет реакцию в подвесе. Когда нить прикреплена вблизи от оси, рывок в оси направлен влево. Это почти то же самое, что привязать нить прямо к датчику силы. Когда нить прикреплена к противоположному концу бруска, рывок в оси направлен вправо, потому что теперь при рывке брусок подкручивается по часовой стрелке. Но прикрепим нить в точке, удаленной от оси подвеса, на две трети длины стержня. Здесь никакого рывка в оси не наблюдается, ось его не ощущает совсем. Именно этой точкой и надо бить по преграде, чтобы удар получился мягким для руки. И именно эту точку называют центром удара. Удар, нанесенный по преграде этой точкой, не только смягчает реакцию в оси, но также обеспечивает наибольшую передачу импульса. Бейсболист, отбивающий мяч, подставляет под него именно центр удара биты. Так он и рук не отбивает, и удар по мячу получается в этом случае самым сильным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова